Наша группа цивильно-вейскового спиорбитництва создана и предназначена для содействия между военнослужащими и гражданским населением, оказание помощи гражданскому населению, те, которые находятся в населенных пунктах, проживают на линии разграничения. Изначально мало понимали в армии, что мы должны делать и что мы делаем. И в то же время не до конца понимало мирное население, почему военные ходят и расспрашивают, что у них тут такого, чем им помочь можно. Сейчас мы сюда все складываем, и потом отсюда будут уже как бы раздавать эту гуманитарную помощь всем остальным населению. Пошли, будешь помогать. Дай, ребята, спасибо, что они... Серега, ну давай, поцелуйся. Сегодня мы же не виделись с тобой. Поэтому... С медициной, конечно, как. Вот у нас этот фаб, вот это что, ребята с Бердянска приезжали, спасибо, хоть и здесь тут понаделать. Но пункта тут фельдшерского нет. Ну оно есть, но она приезжает с чермака, с чермака фельдшер. Ну это ж разве, ну а если вот так вот... Пока доедут, у меня же руку поломала в прошлом году, продождала 5,5 часов скорую помощь, чтобы она ко мне приехала. Ну легче было уже в Мариуполе пышком до часов. Воду, что, воду возят в основном так, в ток, в баклашках. Ну сюда, когда приезжают машины, там иногда заправляют, есть питьевая вода. А так в основном со скважины берем, там у человека питьевая вода есть. Лекарства, ну а какое лекарство? Лекарства, если волонтеры вот приезжали с Бердянска, вот медики, посмотрели людей, все, раздали лекарства. А так в основном лекарства никакого нет. Кто сам купит в городе, и все, больше ничего нет. Медсестра, ну что, она приехала, фельдшер, посмотрела, это, скорая пока доедет сюда, чтобы кого-то забрать. Вот, человек вот недавно, вот вчера похоронили, тоже плохо стало сердцем, тоже почти два часа ждали эту скорую. И умер, все. Цыган, гавкай, гавкай, гавкай. Дочка тоже в городе позвонит? Ну, когда так вот подзвонит, так вот, в аптеках. Вот это в том месяце взяли на 1600, да. Понимаю, Володя. Да, она только получает 1200 пенсий, на одни медикаменты не хватает, вот, и живи хочешь, танцуй его. Живут в основном пенсионеры, конечно. Но люди нуждаются, конечно, в помощи, в медицинской, там. У нас с транспортом немножко проблемы, они ездить в город, в Мариуполь не могут. Это в объезд, у нас автобус там два раза в день, и неудобный график. Ну, в общем, есть, конечно, свои тут сложности. Пенсионеры нуждаются, и лекарства нужно им покупать. Ну, в общем, стараюсь, как бы, всем говорить, кому что надо. Но вообще, в основном, конечно, просят они людей, там, своих родственников, знакомых, родных, чтобы заказать там лекарства с города и им перевезти. Ну, привозят, в общем, родственники. Ну, когда и я так. Мост, это, конечно, ужасно. У нас дети, которые здесь, они все вынуждены были ехать в Мариуполь, снимать там квартиры, платить бешеную цену и учить детей. То есть у нас моста нет, и дети не могут школы посещать. Медсестра, понедельник, среда и пятница поезжает. А то в круговую ездят люди бедные, и мост нужен. И нужно, конечно, тут очень, мы воды жнем, а питьевой у нас, ничего у нас нема. Мы без питьевой воды, и технической бы не было. Мы сами себе провели скважины. А в людей пока рано нету ни технической, никакой воды. Никакой воды нету. В общем, живем, знаете, выживаем. Вот такая вот беда. Нампунти это действительно будет подспорье, и думаю, что для них будет наступать уже мир. И давайте, ребят, будем собираться. Все, погнали. Все. Пошли.